Чистота города показатель не только хорошей работы муниципальных служб, но и заботы о здоровье граждан. С 1 января 2019 года Республика Татарстан перешла на новую программу по вывозу твердых коммунальных отходов. Теперь за качество предоставляемых услуг отвечают региональные операторы, которые заключают договор с собственниками, то есть жильцами домов. Также появились операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это уже юридическое лицо, которое отвечает за все – обработку, транспортировку, утилизацию и размещение. Данная программа была нацелена на своевременный вывоз отходов и на экологическую безопасность города. Но в последнее время жители многоквартирных домов стали жаловаться на некачественный вывоз мусора. Если мы говорим о мусоре, который образуется у нас в квартирах и который мы выкидываем в контейнер для мусора, этот мусор называется твердые коммунальные отходы. И на самом деле изначально в этом мусоре ничего опасного нет, потому что это отходы, которые образуются от пищевых продуктов, которые мы потребляем. Это продукты, товары, пластик, бумага и так далее, которые сами по себе, когда они используются, они не опасны. А вот если мы сложили их в контейнер и контейнеры достаточно длительное время не вывозятся, то это будет приводить к тому, что образуется неприятный запах. В этих отходах начинают развиваться личинки мух, особенно в теплый период. Жители домов жилого комплекса 21 век на улице Камалеева, а также других районов города, пожаловались на помойные лужи, а также на несвоевременный вывоз отходов. По словам самих жителей, такой некачественный вывоз наблюдался на протяжении всего лета. Стоит отметить, что опасен не только сам факт наличия мусора, но и экологический вред, который он оказывает. Загрязнение воздуха – одна из проблем. Также не стоит забывать про микроорганизмы, которые могут попасть из помойных луж в дом. Кишечная палочка, таксокара, компилобактерии – это лишь немногие из опасных бактерий и паразитов, которые могут попасть к человеку. Запах от мусора становится приманкой для бездомных собак, которые могут напасть как на взрослого человека, так и на ребенка. Пищевые отходы притягивают крыс и других вредителей, которые могут стать разносчиками многих заразных заболеваний. Если контейнер достаточно старый и дно у него недостаточно хорошо изолировано, начинает вытекать жижа, которая является продуктом разложения органических веществ, которая сама по себе не очень опасна. Но запах привлечения крыс, привлечения мышей – это опасно, потому что животные могут быть разносчиками заболеваний. Собаки, которые растаскивают мусор, а у нас много собак на улице, и в Казани не отлавливаются жестоким образом собаки, их собирают, стерилизуют, выпускают и так далее. Они эти отходы будут растаскивать и с этой точки зрения, и с эстетической, и с точки зрения органолептической, то есть запах которой, и с точки зрения образования насекомых, в частности мух. В этом случае отходы могут быть опасны. Если вы идете по лесу и ели мороженое, или у вас был с собой пакет с ягодами, вы их съели, бросаете этот пакет и так далее, то в этом случае мы можем говорить о том, что при разложении того же самого пакета будут образовываться микрочастицы, которые могут потребить животные, и погибнуть от этого вообще. Проблема микропластика, пластика, которая находится в микрочастицах, она сейчас достаточно актуальна. В республике Татарстан особое внимание уделяется проблемам экологии. Атмосферное загрязнение, неблагополучное качество воды Куйбышевского водохранилища, реки и озер в черте города. Все эти проблемы решаются правительством республики Татарстан. Вывоз мусора строго контролируется региональными операторами. Проблему нескольких жилищных комплексов обещают решить уже в ближайшее время. Николай Осуховский, Никита Акиншин, Универньюс.